Давай сюда! Дайник, а ты мне точно паспорт отдал? Привет! Все цены, которые указаны в ролике, это цены 21-го года. Поэтому, в общем, это цены старые. Началось все с того, что очень сильно понадобилась веранда. Веранда к бане. Самым логичным решением было заказать эту веранду у тех, кто строил эту баню. Это компания Терем. Позвонил я в компанию Терем, говорю, там нужно то-то, то-то, то-то. Сказали, самая простая веранда, крыша из профнастила, деревяшки с полом, 350 тысяч. Я такой, блин, ну как бы 350, 350. Конечно, дороговато, ну ок, ладно. И, в общем, я бы ее и построил. Но, поскольку есть канал Праймер, на котором уже, наверное, пару лет не выкладывались ролики, я подумал, надо бы как-то вот это дело все совместить. И, собственно говоря, там со своим товарищем Ваней, он рассказывал про канал, про ролики, про то, что делать можно. Мы там подумывали разные всякие варианты. И при каком-то там разговоре, я говорю, вот еще веранду мне. Он такой говорит, о, слушай, 350 тысяч, что-то очень много, мы с тобой ее построим гораздо дешевле, в два раза. Сделаем тебе веранду и еще и ролики запишем. Я такой, блин, ну нормальная история, конечно. Я думаю, ну в два раза, конечно, мы навряд ли ее дешевле построим, но как бы, наверное, сэкономим. Ну и начали думать, что как. И Ваня такой, это, конечно, все хорошо, но нам нужен строитель. Без строителя мы с тобой навряд ли справимся. Строить веранды мы не очень умеем. Поэтому Иван предложил к этому делу приобщить нашего общего товарища Евгения. Евгений строитель, он нам подскажет, он нам покажет и, в общем, сделаем складную веранду. У Евгения с самого начала, конечно, было сомнение насчет этих роликов, ютуба, всего такого. Но по поводу веранда он говорит, давайте построим, что. В общем, мы собрались на совещание в кабак и начали прикидывать, что из чего. Что мне хотелось от веранды? Я хотел красивую веранду в стиле фахтверх. В общем, я до парней донес мысль о том, что нужна веранда с большими окнами. Они, конечно, говорят, слушай, большие окна, это большая нагрузка, это вот все, там фундамент. Из дерева делать не получится. Я такой, ну окей, а еще получится. В общем, давай мы будем делать из металла. Длинные шестиметровые профили, а у них там прогиб на метр-миллиметр, там что-то куда-то. Это, в общем, для стекол подойдет. Я говорю, ну слушайте, а может из дерева, вот там я видел, фартферхи-то из дерева делают. И вот тут, кстати, вот тут был самый главный каверзный вопрос. Дима, ты будешь в этой веранде жить, ну, в этом доме, с этой верандой жить зимой? Это дача, это баня. Жить в веранде, ну или в доме, я не собирался зимой. Но вопрос был с подвохом. И он был про то, будешь ли ты ее утеплять. Так вот, утеплить веранду, у которой каркас из металла, не получится. Ну, вернее, получится, но если у вас есть газ, то можно и картонную коробку обогреть. В дальнейшем мне аукнется еще этот момент. И, кстати, одним из аргументов, почему нужно использовать металлический профиль, а не дерево, был такой, что клееный брус будет супер дорого и вообще гораздо дешевле сделать из металла, а не из дерева. Ну, собственно, когда мы приступили к стройке, все материалы выросли в три раза, и там разницы практически не было, и можно было использовать клееный брус. Но уже все было закуплено. В общем, обсудив все моменты, все детали, мы договорились, что следующая наша встреча уже будет в магазине стройматериалов. Заказали там щебень, песок, что-то еще. И на следующие выходные мы отправились строить. Поскольку лето только начиналось, стало модным всем уходить на удаленку, и мы подумали, отличная погода, стройка, мы будем строить, и в это время немножко там где-то по своим работам работать. В общем, все пройдет очень быстро, и буквально там за несколько выходных мы все это построим. Но у нас было трое. Трое. Прикол состоял в том, что пока двое раскидались и были свободны, и были готовы что-то строить, кого-то одного обязательно дергали по работе. И, в общем, в таком вот состоянии, постоянно кто-то один отвлекается, мы и работали. И все, конечно же, очень сильно затянулось. В итоге в будни мы могли работать в день, ну, где-нибудь час, наверное. Все остальное время кто-нибудь на что-нибудь отвлекался. Но тут возник еще один момент. Поскольку это поселок коттеджный, есть правила по шуму, по всяким там делам, есть злобные соседи, которые не хотят, чтобы у вас там шумело. Поэтому днем нас не получалось строить, потому что отвлекали по работе. Вечером нас уже начинала дергать охрана. И выходные, соответственно, тоже. Полдня субботы и воскресенье без работы. В общем, у нас было очень мало времени и очень много работы. Собственно, все, что я рассказал, это прелюдия к стройке. И этот ролик на самом деле не про то, как построить веранду своими силами. Это скорее рассказ о преодолении и о том, как мы провели это лето. Так что смотрим, что было дальше. Вот он твой текущий дом. Я по чертежу пытался понять, пытался понять размеры, но у меня ощущение, что вот эта часть, она ниже двери проходит. Короче, поэтому смотри, что мы будем делать. Вот стены, которые будут вот на этой части располагаться, мы, скорее всего, будем делать в них, варить вот такую конструкцию. Мы будем варить. Я буду варить, как всегда. Да, я тоже могу поварить, мне нужно. Только металл надо побольше, не надо. Ну, в два раза. Мы, получается, запуливаемся здесь, 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 здесь и здесь. Сделаем вот эти шесть сваев, вот эту здоровую бруру. Мы на них кладем, грубо говоря, груз. Скорее всего, это будет брус 200 на 100, ну, то есть 20 на 10 сантиметров, либо 200 на 150, в зависимости от того, какой брус у дома. Торцы можно чуть-чуть подсверлить, выпить скобы и забить скобами. Когда ты будешь делать, грубо говоря, уже отмостку и закрывать вот эту часть фундамента, эти скобы закроются. Мы здесь также кладем брус, потом на этот брус кладем доски, которые основы твоего пола, и все, здесь у нас пол уже готов. Ты, грубо говоря, выходя из дома, будешь просто переступать порожек и уставать на абсолютно такую же высоту, без этих там ступенек. Эй! Так, включаем. Так, все, все готовы. Спасибо. Вон там, немножечко в машине. Привет. Готов? Ты уже, это, всядь со съемками? Не, не можешь. Бежим это! Вот это я понимаю. Вот человек подходит к телу. Потом еще надо заехать домой ко мне. Наша задача, по сути, построить, как это правильно назвать, беседку. Но первоначально мы хотели сделать беседку из дерева, наш родим сказал, я хочу окна в пол. Поэтому мы будем сегодня заливать бетоном стойки, на которой будем варить потом железо, и беседка у нас будет вся железная, с декоративными вставками дерева. То есть это на каркас, на самом железном, мы будем потом напиливать рейки и клеить их. Но вся идея в том, чтобы это сделать беседку с огромными окнами, и это будет прямо вот окна в пол. Посмотрим, как полусь, может потом дом переделать. Надо с чего-то начать, а там дальше... Оказать, что мы можем что-то построить. Мы с Женьком давно занимаемся всякой такой самодеятельностью. То дом построим, то сарай, то что-то еще. Мы с Женьком собираемся, он такой говорит, давай, завтра сделай мне кровать. Я сделал чертеж, давай, завтра будем варить, да. Поехали в пятницу, чтобы нам немножечко латонько впечатлить. В субботу с утра, там, часов в девять начать. В итоге мы часов в девять ложимся спать, и в субботу все происходит вечером или в ночь. Ну, в итоге все заканчивается результатом, да, обычно? Да, плюс-минус. Ну что же, мы выдвинулись в Петрович. Там закупили все материалы. Хотя парни были заряжены инструментом, у них было много всего, и разных, и пилильных, и стругальных, и сверлильных, и каких-то там еще, бетономешалки не было. Бетономешалка не такая вещь, которой постоянно пользуешься. И пользуешься от силы пару раз за жизнь. В общем, мы подумали, что зачем покупать бетономешалку, мы можем ее просто взять в аренду, буквально там нам размешать, залить и отдать обратно. Я предлагаю Ваню посадить в нее, он будет занимать тогда нулевое пространство в машине. Ну, чисто теоретически, если в тебе давай делать. Мы сейчас еще когда бухло будем загружать, вот мы охуеем. Мы в нее просто не хватит места. Как не хватит? 160 литров. Давай сюда. Как? Блоком. Так, я вам могу подержать, пойдем, помогая. Походу, походу я еду с Женьком. В общем, так мы поедем. Надо молять его. Чем он главное такой говорит? А давайте бетономешалку возьмем, мы не 90-ли. Максим, пристегни ремень, чтобы менты не доехали. У нас это, баба, конечно, глупокая, но пристегнутая. Нормально. Все, погнали. Мы впихнули, не впихуемая, как всегда. Дерчи силой. Бетономешалку мы взяли в аренду. Но после того, как мы с ней намучились, это будет дальше, мы поняли, что проще, наверное, было эту бетономешалку купить. Все наши материалы, бетономешалку и все остальное мы погрузили в фургон. И оказалось, что он проявил чудеса вместительности. Туда можно было еще напихать бригаду, наверное, строителей. Так, мы там пробуемся. У меня еще там есть пачка всяких этих антикомаринов. Это Леша. Леша, привет. Привет, привет. Я делаю обзор в светке. У нас это, хата, хата, да, как это называется? Хата, благо. Стрим хата. Завтрак чемпион. На следующий день нам привезли песок с щебнем. Этот песок и щебень оказался в три раза дороже, чем мы планировали. И в этот момент у меня щелкнуло. Мы не только не впишемся в пол цены терема, будет, наверное, еще дороже. И я оказался прав. Тогда еще мы не докупили железо, дерево и еще что-то такое. Мы только на свае закупались. Но потом мы стали узнавать цены и было ох. КОНЕЦ Аккуратно, ноги, 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 Дима. Женя, наслаждайся, тебе так нравится. Стеклоизол. Тут? Здесь. Ваня, тут твое осталось. Я так не буду делать. Нашальник, а ты мне точно паспорт отдашь? Материалы привезли довольно-таки быстро. И мы приступили к демонтажу крыльца. Мы будем вот в этих местах, примерно вот тут, вот тут, нет, очень твердая земля, копать дырочку и делал бетонированные столбы. У нас получается 3 метра, да? Ну, плюс-минус, раз, два, три. Вот примерно до сюда должно быть наше строение. Что нам придется сделать, ты хуйня, Евгений? Уничтожен. Нет. Но аккуратно. Аккуратно. Здесь лестница сделана настолько хуйня. Примитивно. Примитивно. Во-вторых, она уже подгоняла. Предлагаю ее, да, ужечь на дрова. Чем больше дров, тем больше огня. Может, стол из них сделаем? Нам нужна стремянка. Я думаю, что эту памятную табличку Диману надо сохранить. Нам нужен шуруповерт. Пойдем в аранжерове рассказать шуруповерт. Этот? Или вот этот? Или вот этот? Ну, на самом деле, хотя бы не на черные саморезы собрать. Вот такой вот дом раньше был. Сейчас Иван все внизу здесь демонтирует. И крыша нас пи***вается. Резонно? Резонно. Ну, мать! Здесь очень-очень много шурупов. Они, получается, это далеко. А прикинь бы, если бы Ванька был шотландом. Он походил бы в кильте. Мне пришлось бы снимать твою жопу. И ку-кушеньки волосатые. Сувальчие все такие. А, это не особь. Задись, смотри. Варик. Ну, давайте. Зоологи, б***ь. В комментариях. Варик. на такой не по подтягиваешься лёха можешь телефон за пару часов мы с иваном разобрали крыльцо и настало время размечать землю под сваи но поскольку был день и шансов было очень мало лазер то не видно но у евгения был способ как это все сделать без использования лазера мы все школе изучаем кучу разных предметов и когда ты их изучаешь школе думаешь зачем мне в жизни это может пригодиться никогда так вот оказывается что геометрия может пригодиться и собственно нам помогла разметить наши свои теоремы пифагора ребята разобрали крыльцо сейчас будем размечать очертание нашего будущего строения у нас будет вдоль всего дома соответственно 6 метров и на 3 метра будет выноситься сюда хотели сделать это лазером но у нас лето солнце и красный лазер ни хрена не видно поэтому будем делать по старинке но при этом достаточно надежным способом с помощью геометрии как говорил будем делать все по геометрии на самом деле способ реально рабочий особенно если у нас есть уже существующее строение не работает он на самом деле на любой длине идеальные условия потому что трехметровая сторона а есть такая теорема пифагора где сумма квадратов равна квадрату гипотенузы нам нужно отмерить три метра в ту сторону для этого гипотенуза должна быть пять метров а второй катит четыре метра отмечаем мы 4 метра и держи рулет потом часто все увидишь равняемся дома и на уровне пяти метров теперь здесь у нас должны совпасть с тремя метрами метр у нас вот здесь 5 метров до 5 метров есть теперь три метра вот она наша точка пересечения вот она черта и вот она теперь надо сюда чего-нибудь убить чтобы не просрать и так вот наш первый колошек теперь точно так же отмечаем ту сторону если у вас нет маркера может быть лопаты давай теперь отсюда три метра и и проверим у нас по идее от колышка до колышка должно получиться слушать там погрешном сантиметр 23 она влияет на вообще заливку от на эту фигню или нет нет не сильно у нас 30 сантиметровая свая мы ее с небольшим выносом и делаем поэтому поэтому а брус который на нее ляжет всего 150 на 150 то есть у нас там пространство для извращений а два сантиметра но на самом деле два сантиметра то есть говорю это ни о чем разметив площадку под свои мы приступили к бурению евгений достал здоровенный агрегат из машины довольно таки бесполезно в обычной жизни но очень полезная стройки приспособления это хрень который бурится свая по шуму она очень похожа на газонокосилку примерно также тарахтит но если вы дрищ справиться этой штукой вообще бесполезно особенно летом особенно сухую жаркую погоду слава богу что было два здоровяка иван и евгений иначе я бы наверное неделю бурил этой штукой что там до конца и 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 снизу он уже пошел догибаться до поехали дальше до а Однако стройка немного затянулась, но все это мы узнаем потом, а сейчас нас ждет последний день нашего первого приезда. И начался он с шикарного завтрака. Хотя мы приехали снимать веранду, стройку, все такое, мы также снимаем и еду, и в общем приготовление пищи это очень интересный процесс. Тем более еду нам готовил Иван, он жарил свою фирменную яичницу и рассказал свой секрет. Для того, чтобы яичница всегда была удачной, надо каждое яйцо, перед тем, как его разбиваешь, вернее после того, как ты его разбиваешь и выливаешь в сковородку, надо обязательно понюхать. И вот он нам поведал это сакральное знание. Что тут? Яичника? Да, ты опять пришла на нашу яичницу. В чем как бы секрет твоего шедевра кулинарного? Вчера всем понравилось. Я просто делаю это молча. А что ли надо понюхать яички? Да, да, думаю. Яичницу надо солить в самом конце. Во. Я разделал яичницу, как раз с беконом, с луком, такой, ну рублей 200 такой, хуйня, я думаю, сейчас прям пожру. И такой, хулоп, и тухлое яйцо, такой, блядь, теперь в помойку все. Поэтому важно нюхать яйца. Важно нюхать яйца, да. Но не все. Но не все яйца одинаково полезны, да. Все яйца надо нюхать. Блядь. Нюхать яйца. С***. Сняли яйца нихуя, да. Ох, мать. А ты, мать твою, слепый. Нормально, блядь, ты просто. С*** ты в доме появился, блядь. Вот как, на***? Я думаю, что ты кусать, вот х***. Пей. Давай строить, Евгений. Сейчас поработает. Сейчас, подожди, не надо, конечно, сделать. И через полчаса такой, Диман, такой. Да, начинаем. На самом деле, вы думаете, я строю херней? Да, да, да. Ты дом строишь, не п***ь. Так-то веранду, вы даже не знаете, что мы строим. Ты п***ь. Хорошенько подкрепившись, мы приступили к работе. Собственно, начали мы связки арматуры для наших свай. Для того, чтобы эту арматуру начать вязать, нам понадобился верстак. Мы взяли старое крыльцо, вернее, основу этого крыльца. Присандалили к ним оставшуюся часть крыльца. И подумали, ну, мы сделаем временный верстак на буквально эту стройку. Как оказалось, этот верстак прожил год и проживет наверняка еще больше. Очень удобный стол и до сих пор с удовольствием им пользуюсь. Ну, а дальше к верстаку приделали трубогиб. Начался долгий и мучительный процесс вязки арматуры. Вернее, сгибание, а потом уже и обвязки арматуры. Вернее, сгибание, 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 сгибание. Сгибание, 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 сгибание. Слушай, ну все, спасибо, веранду построили. Отлично. Четыре столба, крыша. Все охуенно, плоско, как я и крутил. и понеслась. Ну что, все, начинаем тогда гнуть. Я буду гнуть арматуру, а вы будете вбивать 100 бушки. Я предлагаю сейчас, смотри, отпилим, потом меряем сколько тут было примерно и сразу, грубо говоря, нахерачим таких отрезочков. Эти треугольники для чего потом будут? А мы сделаем из них, армирующие яйца. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, какая хорошая зазура. Вошел во втуз. Скоро будет у тебя подработать. Ну что, какой у нас следующий этап? Следующий этап, на самом деле, нужно ямки померить. Рядом с каждой ямкой забить палочкой. На ней будем уровень отвечать. Ты почти правильно сделал. Нам нужно поставить рядом доску, включить лазер, отмерить уровень и потом, чтобы этот уровень перенести на все эти. Ааа, мы заливать дырку будем до определенного уровня. Давай. Почти. Ну и сейчас. Ныряй. Я и не думал, что ты со второго раза попадешь прямо в дырку. Ну, слушай, это Иван. С первого раза он точно в дырку не попадает. Но со второго, с третьего все-таки. Семейный человек, есть опыт. Вот так, вот так, блядь. Надо острее. На эти столбики мы перенесем отметки наших уже существующих столбиков. После этого мы зальем часть бетона уже туда. Вот. А после этого мы сделаем прекрасную вещь. У нас, правда, стеклоизол больше похож на пипичку дедушки. Причем дедушки черного такого. Часть заливаем. После этого мы вот эту часть ставим прямо на бетон внутри там и выравниваем по вот этой херне. И в тот момент, когда она уже стоит там на бетоне, ну и льем сюда оставшийся бетон. И у нас получаются аккуратные, кругленькие столбушки. Может, скотчный еб***ц? Да, можно. Ну, сейчас мы их нарежем все. Насчет уровня заливки свай, про что я сейчас говорил, про вот это отмерить, это все нужно делать, отмечать лазером. Лазер хорошо видно вечером. Днем его плохо видно. Но вечером есть куча разных дел. Надо поесть, прибухнуть. В общем, делал не про ворот. Поэтому, конечно же, это все затянулось и мы начали отмерять уровень свай в самый солнечный момент дня. Сейчас будем размечать вот эти вот столбики, чтобы они у нас везде были на одном уровне. И по этим столбикам как раз будем потом выравнивать письку дедушки. Вопрос. Если мы на еб***ц с высотой и бетона зальем там сантиметра на два больше, мы будем болгаркащим там свыривать? Да, просто возьмем чашку по бетону, притащим 230-ю болгарку и строим тут бетонный ад. Они что говорят, матерится, смотри. Ах, все, я вижу лазер. О, есть, видно. Если он неровно стоит и не может выровнять, то есть не хватает ему, он все равно будет орать, пищать. Типа, какого хера ты делаешь, я неровно стою, а ты тут отмечаешь, тварь. Раз, и вот он, наш лазер. Вот у нас сейчас он сошелся с меткой той. Видишь, здесь он чуть-чуть не бьется. Но как бы на самом деле это херня, тут сантиметр там не такая косина бешеная. Если где-то есть какая-нибудь металлическая пластина, прям очень удобно. Прям цепляешься к ней, он висит, никому ничего не мешает. Свечи. Можно в рост ребенка мерить. Евгений меня все доставал. Иди померяй уровень свай. Я ходил, никак понять не мог, что он хочет делать. Вбей какой-то колышек, что-то куда-то. Оказалось, все гораздо проще. Надо было рядом с дыркой вбить колышек, по которому он отмерил бы лазером уровень, до которого будет заливаться свая. И вперед делает свая. Но когда ты этим не занимаешься, понять вот этот процесс очень тяжело. Последний, так сказать, из подготовительных этапов. Мы сейчас поймем, какую длину арматуры нам нужно. Арматура у нас не должна доходить до этой линии, ну, примерно там сантиметров пять. Уставим на самое дно. Смотрим примерно, что вот здесь, например, метр семьдесят. Кричим, Иван, метр семьдесят. Иван, как себя забудет. Это метр шестьдесят. Иван, метр шестьдесят пять. Не слышу обратной связи. У вас очень долгий ответ у саппорта. Затем ходом идет стройка. Вязка. Вязка, да. Все предели. Наконец-то. Слушайте, я первый раз в жизни вяжу арматуру. Мы берем одну арматуру, другую арматуру. И привязываем проволокой. Вообще довольно-таки простой процесс. Никакого интеллекта здесь не надо. Сидишь и крутишь. Практически это. Можно хобби. Кто-то эти плетет узорчики, кто-то шьет, а кто-то арматуру вяжет. Вот, смотри. Если ты недостаточно аккуратно это делаешь, ты можешь намотать свою перчатку. Это хреба, я понял. Делаем здесь петлю. Ты что, никогда не вязал, что ли? Нет, не вязал. Да ладно, ты хребе-то. Не, не вязал. Вот так нормально? Ну да, да. Ну, главное, чтобы она у тебя просто не развязалась. Ну, как бы закрепить, а так-то похер. Ну, вот, CL-10 теперь. Вот тут, а тут. Навязали арматуру и пришло время заливать. Мы взяли в Петровичи в аренду технику, бетонную мешалку. И она как-то люфтит. Мы делаем 250-й бетон. Рецепт не очень простой. Четыре ведра воды, два с половиной ведра песка, четыре метра щебня и один мешок цемента. Все, включаем. Сейчас добавляем уже воду. Сейчас проще заливать. Больше чем мне это не нравится, что нам же, блин, не один раз это надо будет сделать. Самое отвратительное это все нести. Когда у тебя нет пяток, это очень тяжело. Мне не нравится, как это происходит. Такого не должно быть. Какая-то херень с этой мешалкой. Что, два ведра этого самого? Ну, три ведра, хорошо, значит, надо. Я хочу, чтобы выручить ее на ту сторону перевернуть. Так, вот это все, она встала, да? Это так. Так. Все, хорош. Ну, нет, я не могу хорошего. Ты что здесь не стоишь? Почему не стоишь? А, машины. Блин, сейчас выливаться будет. Ван, все, стоп, все, выливается. Ну, х**ть какой люфт. Это ровно, да? Ну, вот она вот так должна быть. Блин, нах**ть вот такую вещь давать, б**ть. Вот, дают такие, вот, на г**но, б**ть, поработай г**но. В ходе эксплуатации бетономешалки выяснилось много всего интересного. И она оказалась жутко раздолбанной. У нее был нереальный люфт. В общем, мы корячились-корячились с Иваном. И для того, чтобы она начала работать, нам нужно было ее починить. Три раза подумайте, прежде чем брать бетономешалку в аренду. Вот мы на этом очень сильно обожглись. Мы ничего не замесим. Надо что-то думать. То, что она протекает еще х**нем, да? То есть мы потеряем там, б**ть. Какое-то количество воды, там, готовая смесь будет. Ладно, а то, что она вот так болтается, как г**но, б**ть. Ну, это п*****ь сейчас тут. Добавь еще там два мешка цемента, и здесь будет на килограмм 200 крутиться. Потом как на*****ться. Ногу кому-то забетонирует. Не хотел, а вот здесь вот этот сухой б**ть забетонирует. Вот этот сухой б**ть такой теплый. 17 тысяч нужно, нет? 19, да? Мне нужно 2,17. Слушай, Евген, жопа, б**ть, давай иди сюда. Сейчас он скажет, б**ть, что ты гонишь? Это стандартное ее состояние. Так и, б**ть, так и работает. Вот она стоит ровно. Ну? Что происходит, когда я накинул? Понимаешь? Что происходит, когда, ну, нагни? Ну, она начинает себе п**ть, с ху**ть, из нее все улетает. Включи. Это п**ть не герняк. Да вы что, в лобуночку я не верят? Что мы? Я слагаю это. Это она, вот там должна стоять, а вы? Это сквертующая батономешалка. Ох, непростое это дело, всю эту кучу бетонную мешалку засунуть. Отравна, х**ть, да? Включи технологии не нравятся, у нас стоит писающая х**ть, да? Сквертяще. Это просто писает, а она сквертила. Валилась вам, я говорю? Ну, как тебе вообще, танцующая бетономешалка? Пугающая. Принц, с**ть. Хочется приехать, не дайте п**ть. Не дашь п**ть, а еще скажете, что вы п**ть ее раз**али? Когда вы ее принимали, вы не проверили. Как вы проверили? Нагрузкой? Люфку не может. Вот этой части. Ну вот. Осадочной. Ну вот она и здесь, смотри. Там вот такой промежуток где-то. Чем нам можно его убрать? Да ничем. Ну это, конечно, п**ть. Я думаю, что здесь болту п**ть, ну если поменять бы... Раскручиваешь? Петрович интеграцию просил. Мы уже сделали. Держи тоже, Дим. Дим, поддержи с этой стороны. Нет, бля, тут большая п**ть. Садись. Попробуй полюфти. Вот мы ее крутим уже 20 минут, вот что-то даже не начали. Все расхлябано, все болтается. Выглядит она, конечно, по-первых, кажется ничего. О, смотри. Ну поняли мы, что она х**лая только на моменте, когда начали работать. Это не очень приятно. Ну как бы здесь, если бы мы там ее как-то проверить могли бы, наверное бы, да, проверили. А так, ну, б**ть, бетон мешал, к чему в ней может не работать, условно. Но она вся, ну, слушай, она хотя бы сейчас, да, стала по-другому. Давай просто интерес ради выпускаем. Давай. Все равно, да? На самом деле, с таким этим просто вот... Плюф там-то? Отходи оттуда, а то усрешься сейчас. Спит. А у нас хотя бы с накоплено? Да, да, да. Да, да, да. Ну и ближе к концу дня мы, наконец-то, начали заливать сваи. Было уже темно, было уже почти 10 часов вечера. У меня началась паранойя, поскольку бетонная мешалка довольно-таки шумная, соседи истерят, охрана нас дергает. Но, собрав всю волю в кулак, мы до конца этих суток таки залили сваи. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот утрамбовывается цемент, да? Да. Ну там просто в нем уже дофига воздух, опять же, там у нас армированная арматура. Субтитры сделал DimaTorzok Ух ты! У меня какая-то выбор трамбов. Даст! Сквирк нет сейчас. Сквирк нет, бля, пицца. Несмотря на то, что было уже поздно, меня терзала паранойя по поводу шума и всего остального. Мы все-таки залили сваи. Ну и на этом можно считать наш первый выпуск завершенным. В следующем выпуске мы будем делать уже основание нашей веранды и, наверное, попробуем сделать стены. Если вам понравился этот выпуск, обязательно поставьте лайк, обязательно напишите комментарий. Наверняка по этому видео будет масса комментариев про рукожопов, про кучу всяких там нарушений технологий, там про то, что надо было считать, смотреть. В общем, все, что у вас есть на душе, все пишите туда в комментарии. Нам это очень поможет в развитии. Ну и в дальнейших роликах, наверное, тоже. Всем спасибо за просмотр. Спасибо!